Бесконечно плавая от одной гавани к другой, выполняя поручения богов Олимпа, все его надежды были возложены на них. Независимо от того, сколько он выпил вина или сколько женщин он взял в свою постель, ничто на земле не могло избавить его от ужасов, прошлом от которого ему не сбежать. Афина! Десять лет, Афина! Я верно служил богам десять лет, когда вы освободите меня от этих кошмаров. Бой. Именно после того, как Бальдор был убит, Один решил вернуть его в Асгард из царства мертвых Фельхим. Для этого он дал Херманду, посланнику Одина, своего коня Слейпнера, и велел отправиться в повелительнице мертвых Хель и предложить ей выкуп за Бальдора. Хель согласилась отпустить его, если весь мир, все вещи и существа в нем будут оплакивать Бальдора. Однако, вмешался Локи, превратившись в великаншу, которая отказалась отплакивать Бальдора, тем самым дать Бальдору остаться в мире мертвых. Перед отъездом Хермонда, Бальдор передал через него Одину перстень Драупнир, который был похоронен вместе с ним. Что я хочу всем этим сказать? Я хочу сказать именно то, что на фреске в конце Гудовара 4 на самом деле не кратер, а как раз там лежит посланник Одина Хермонда. Это также было написано на фреске в конце Гудовара 4. И конечно же другие спросят, а где же тогда Кратос, кто это по-твоему, это реально что ли Хермонда? Мое предположение звучит именно так, что Кратос опять же поссорится с Атреем и Атрей убежит от Кратоса. Тогда он встретит как раз этого посланника Одина и будет говорить с ним. И то ли он от злости его убьет, или его убьет кто-то другой. И он от жалости будет оплакивать посланника Одина. А позже, когда он вернется к Кратосу, объяснит всю ситуацию и наверное же извиниться перед ним, потому что он понял, что он сделал ошибку. А возможно, что даже посланника Одина может убить сама Фрея. Потому что во четвертой части как раз были объяснили, что Фрея была как раз Валькирией. Также мне напомнил мой подписчик, что Мимир однажды говорил, что Фрея спрашивала, где найти ее крылья. Но мы прекрасно знаем, что ее крылья находятся у нее дома. А вот как раз и они. Поэтому нас будет ждать очень серьезная битва с Фреей. И мне кажется, что новый God of War 5 станет самым сложным из серий. На данный момент сейчас самая сложная часть God of War это вторая часть. Если для вас сложная какая-то другая часть God of War, то пишите в комментариях. А теперь самый главный вопрос. Будет ли God of War 5 на PS4? Ответ определенно будет. Потому что 104 миллиона копий говорят сами за себя. Да и плюс то, что сейчас не все могут себе позволить PS5. Сейчас имеет PS5 очень малое количество людей. И конечно будет выгодно Sony сделать God of War 5 еще на PS4. Потому что оно до сих пор может потянуть. Да и вы вообще видели, как выглядит God of War 4. Да о чем я там говорю, даже Киберпанк тянет. А лагает Киберпанк на PS4, потому что он еще не допилен как раз на консоли. Полностью он как раз будет доделан через год. Но сейчас не об Киберпанке, сейчас мы говорим о God of War. Да и плюс Майлз Моралес офигенно тянет как раз. Ассасинскрит Вальхалла и также нас всеми любимый, конечно же, Watch Dogs Legion. Поэтому я не думаю, что они на такое способны. Это как раз их пробьет в какой-то плюс. А теперь вернемся к тому моменту, где я говорил, что Локи превратится в Великаншо и не будет оплакивать Бальдора. В сюжете Гулавара 5 Локи вместе с Кратосом будут обманывать богов, чтобы не возродился Бальдор. То есть Локи начнет обманывать и будет превращаться в других людей или даже зверей. Также Атрей спрашивал у Кратоса, может ли он превратиться во что-то другое, например, в волка или в человека. На что Кратос как-то среагировал очень странно. Он очень сильно задумывался в этот момент и значит он что-то знает. Было бы очень сильно круто, если бы Атрей повторил легендарный обман Кратоса над Зевсом. И так бы они вместе бы победили бы Одина. Так что, ребята, пишите в комментариях, что вы думаете о Голд Вар 5. Будет ли он на PS4 или все-таки нет. И также продолжайте писать свои догадки. Я каждые догадки прочитал и мне многие понравились. А теперь еще одно. Кратос в Фортнайте обалденный. Это самый лучший скин, который делали в Фортнайте. Конечно, еще добавили Мастера Чипа или Чифа. Я не помню, как его правильно зовут, конечно же. Но вообще, отлично все сделано. Я доволен.